Время быть готовым. Деяние, глава 21, с 1 по 14 стих. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал. «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал. «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав. Да будет воля Господня!» Размышления, часть первая. Неудержимый посланник. Деяние, глава 21, с 1 по 9 стих. Павел готов нести Евангелие Иисуса Христа куда угодно и кому угодно. Причем даже, когда ему угрожает опасность. Но нынешнее его решение продолжить свой путь, несмотря на предупреждение братьев по вере, это не его собственное желание. В Деяниях 20, глава 22, мы читаем о том, что он стремится в Иерусалим по влечению Духа, и ничто его не остановит. Не неопределенность того, что с ним может случиться, не мрачные пророчества учеников. Так что, чувствуя, что Дух призывает нас что-то делать, давайте будем, как Павел, внимательны и проницательны к его видению. А как только Бог ясно показал нам свою волю, будем послушно исполнять услышанные, невзирая на неуверенность и препятствия. Применение Вспомните те моменты, когда Дух Святой побуждал вас что-то сделать, что может помочь вам ясно осознать, к выполнению какой задачи Бог вас призывает. Размышления, часть 2. Целеустремленный посланник. Деяние, глава 21, с 10 по 14 стих. Пророчество Агава подтверждает то, что Дух Святой уже открыл Павлу на пути в Иерусалим. Его ждут тюрьма и трудности. 20 глава, 23 стих. Получив окончательное подтверждение этому, спутники Павла изо всех сил пытаются убедить его не ходить в Иерусалим. Но, несмотря на их беспокойство, Павел объясняет им свое твердое намерение идти туда, куда его ведет Бог. И тогда ученики решают довериться Божьей воле. Бывает так, что когда мы следуем за Богом туда, куда он нас ведет, окружающие не всегда с этим соглашаются. Мы должны бережно и уважительно относиться к их переживаниям за нас. Но при этом оставаться непоколебимыми в нашем решении повиноваться Богу, надеясь, что однажды Он поможет им принять Его замысел. Применением. В каких ситуациях вы столкнулись с возражениями верующих, в то время как сами старались оставаться послушными Богу? Что помогает вам оставаться твердыми в своем послушании? Молитва дня. Отец Небесный, научи меня распознавать, каким путем ты ведешь меня. Дай мне ясность относительно тех задач, которые ты передо мной поставил, и помоги мне, несмотря на препятствия и возражения, оставаться твердым в моем решении повиноваться Тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья! У нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok